Привет, друзья! Ну что ж, продолжаем с вами заниматься тригонометрией. Решим еще одно тригонометрическое уравнение из экзамена ДВИ. Это будет пример варианта 2016 года, если я не ошибаюсь. Ну и больше, наверное, из этого экзамена мы с вами примеры брать не будем. А сегодня вот такое вот решим. Два косинус квадрат х плюс три синус двух х. Это у нас четыре плюс три косинус двух х. Ничего особенного в этом уравнении нет, кроме того, что мы сейчас используем с вами разложение синус двойного угла, косинус двойного угла. Два косинус квадрат х плюс, тут получается, шесть синус х косинус х. И четыре плюс три косинус квадрат х минус три синус квадрат х. И четверку, четверку, вы запомните, мы всегда с вами можем воспользоваться, если у нас просто число есть какое-то, воспользоваться следующим разложением. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа это единица. Основное тригонометрическое тождество. Мы всегда можем, ну там, умножив его на четыре, например, мы вот такое получим. Четыре синус квадрат альфа плюс четыре косинус квадрат альфа равно четыре. И подставить сюда можем, да? Два косинус квадрат х плюс шесть синус х косинус х. Ну это у нас получится что? У нас получится четыре синус квадрат х плюс четыре косинус квадрат х плюс три косинус квадрат х и минус три синус квадрат х. Теперь давайте-ка сведем подобные. Косинус квадрат, что у нас тут будет, во-первых? А, лучше, мне кажется, переносить это все в эту сторону Значит, будет здесь 4 плюс 3, 7 7 минус 2, это 5 5 косинус квадрат, это косинус Косинус квадрат, х Минус 6 синус х Косинус х А здесь у нас что получается? 4 минус 3 Ну, это просто 1 Синус квадрат, х равно 0 Теперь, предполагая, что синус и косинус не равны 0 Мы можем поделить на них так А хотя нет, зачем нам на синус и косинус делить? Не, 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 давайте на косинус Предполагая, что косинус не равен 0 Поделим на косинус квадрат, х и получится следующее Синус квадрат, х делить на косинус квадрат, х Это у нас тангенс квадрат, х Правильно, синус х, косинус х на косинус квадрат, х Это просто тангенс без квадрата Тангенс х И плюс Плюс косинус на косинус единица 5 равно 0 Ну и все Уравнение сводимое к квадратному Дискриминант 36 минус 4 на 5 20 Получается 16 Следовательно Тангенс Мы эту формальность упускаем В замену тангенса буквой Т И так понятно о чем идет речь Получается тангенс х равен у нас чему? 6 плюс минус корень из 16 4 делить на 2 Так Получается что так Получается что так Значит 6 плюс 4 это 10 поделить на 2 Это 5 Либо 6 минус 4 2 2 поделить на 2 1 То есть у нас либо тангенс Х равен 5 Либо тангенс х равен 1 Вот так вот получается Все очень и очень Не очень даже просто Дорогие друзья Вот это все можно удалить В принципе нас особо уже не интересует Нас интересуют исключительно корни Давайте-ка формально запишем с вами Наши корни Значит у нас еще раз 1 тангенс 5 Один из тангенсов Одна из возможностей Тангенс равен 5 Тогда х первая серия корней Это мы естественно не знаем Заранее что такое Арктангенс 5 Поэтому так и напишем Арктангенс 5 Плюс пи Скажем на к Где к Принадлежит множеству целых чисел Другая возможность Это тангенс равен 1 Здесь все проще Это табличное значение Тогда х равен 45 или пи на 4 Плюс Пи n Где n принадлежит множеству целых чисел Вот так вот Однако хочу вам показать еще один способ Как добиться точно того же самого Давайте-ка сделаем еще и вот так Я надеюсь что все помнят Что косинус Квадрат Связан с тангенсом квадрат И как он связан с тангенсом квадрат Давайте я получу это выражение Тангенс квадрат альфа Оказывается можно вот так записать Синус квадрат альфа Делить на косинус квадрат альфа А синус квадрат альфа Используя основное тригонометрическое тождество Можно записать вот так Единица минус косинус квадрат альфа Делить на косинус квадрат альфа Теперь почленно поделив Мы получим единица делить на косинус квадрат альфа Минус 1 Отсюда косинус квадрат альфа Я думаю что не составит ни для кого труда Сделать следующее Перенести единицу Это тангенс квадрат Альфа плюс один. И выделить косинус квадрат Альфа. Это будет единица делить на единица плюс тангенс квадрат Альфа. Вот так вот. Значит, мы имеем возможность косинус квадрат Альфа заменить через тангенс, а остальные синус и косинус заменить через тангенс половинного угла. Есть такие выражения, мы можем отдельно их записать, хотя я, честно говоря, не вижу никакого смысла. Ну, давайте, ладно. Синус 2 альфа в данном случае, а хотя давайте в общем виде, так чтобы применительно к любому случаю. Синус альфа это 2 тангенс альфа пополам, чтобы понятно было, почему формула называется тангенс половинного угла, на единица плюс тангенс квадрат альфа пополам. Ну а косинус альфа это единица минус тангенс квадрат альфа пополам, делить на единица плюс тангенс квадрат альфа пополам. Вот такие вот выражения существуют. Ну отлично. Давайте-ка мы теперь заменим, все это я убираю. И что у нас получается? Если вместо косинус квадрат написать тангенс, что у нас будет? 2 делить на единица плюс тангенс квадрат альфа. Хорошо, плюс здесь что? 6 тангенс, а почему альфа кстати? И никакое не альфа, тут же x у нас, что мы будем путать все время. x конечно же, да. Здесь будет тангенс x, здесь единица плюс тангенс квадрат x. x равно это 4 плюс 3 на единица минус тангенс квадрат x делить на единица плюс тангенс квадрат x. Видите, что получилось интересно? Что у нас в знаменателе везде единица плюс тангенс квадрат x. Давайте, поскольку единица плюс тангенс квадрат x никогда не может быть равна нулю, то мы можем обе части на нее умножить. Почему не может быть равна нулю? Ну, единица плюс квадрат какого-то числа, если оно не комплексное, конечно, не может быть равен нулю. Так? Любое число в квадрате положительное, плюс другое положительное, 0 никак не получится. Значит, мы имеем право обе части умножить на единицу плюс тангенс квадрат x. И что у нас получится? 2 плюс 6 тангенс x равен 4, сразу раскрываем скобки, плюс 4 тангенс квадрат x. И тут раскроем скобки, плюс 3 минус 3 тангенс квадрат x. Сведем подобные, получается 4 минус 3 просто тангенс квадрат x. Переносим 6 тангенс 6 с минусом тангенс x. А тут что? 4 плюс 3 7 минус 2 5 плюс 5 равен нулю. Мы в прошлый раз дискриминантом воспользовались, но на самом деле можно было и воспользоваться теоремой Виета. Что такое 5? 5 это 5, это 5, это 5. Это 1 умножить на 5, так? И 1 плюс 5 6. Ну, совершенно верно. Значит, тангенс x у нас в первый случай равен 1, а тангенс x в другой случае равен 5. Вот так вот. Абсолютно то же самое получается. Конечно, можно сказать, что это немножко более трудоемкий способ и требует каких-то знаний более сложных, наверное, более сложных, хотя на самом деле это одно и то же. Но мне кажется, что чем больше способов и подходов мы знаем, тем лучше. Вот так вот, дорогие друзья. В целом, давайте-ка я еще раз запишу корни данного уравнения, которые получились. У нас две серии вышло. Первая это арк тангенс 5, это 5, да? Похоже. Плюс πk, где k принадлежит множеству целых чисел. И вторая серия это π четвертых плюс πn, где n принадлежит множеству целых чисел. Вот так вот, дорогие друзья. Достаточно, думаю. Все понятно, все ясно. Поэтому на сегодня все. До следующих встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok